Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, и добро пожаловать на мой канал о графическом дизайне. И сегодня мы с вами нарисуем такую иллюстрацию в стиле Mid-Century Art. Mid-Century Art это американское искусство 50-60-х годов прошлого века. Иллюстрации различались по сложности от простых мультяшных фигур до визуализации почти фотографического качества. Предпочитались простые линии и фигуры с обычно ограниченной цветовой палитрой. В рекламе часто изображали идеальную американскую жизнь с юмором, показывая счастливых людей, использующих счастливые продукты, чтобы обогатить свою счастливую жизнь. Такой уровень оптимизма и радости был последствием послевоенной Америки. Экономика процветала, и люди просто хотели пережить те мрачные дни и жить своей жизнью, надеясь на комфортное и стабильное будущее. И если вам интересно, как нарисовать эту иллюстрацию в стиле Mid-Century Art, тогда погнали! Итак, перед вами размер нашей рабочей области. А сейчас вы видите цвета, которые будут использованы в этом уроке. Если вам интересно посмотреть на дизайн поближе и скачать оригинальный айфайл этого урока вместе с цветами, то добро пожаловать на мой Patreon. Ссылка будет под этим уроком. А сейчас начинаем урок. Итак, ребят, перед нами рабочая область. Цвета уже в панели образцов. Возьмем светло-красный цвет и инструмент прямоугольник. Держим Shift и рисуем с вами квадрат. Теперь возьмем темно-красный цвет и инструмент прямоугольник. И нарисуйте вот примерно такой прямоугольник. Теперь поверните его. Нам сейчас здесь нужно будет отрезать кусочек. Поставьте так. Так, поворачиваем. Где-то вот так мне нравится. Теперь нужно копировать и вставить этот красный прямоугольник. И копию опустите вниз. Сделайте ее темно-синего цвета. Так, теперь дважды копируйте и вставьте красный фон. Выделите копию и красный прямоугольник. И обработка контуров пересечения. И то же самое сделайте с синим цветом. С синим прямоугольником. Так, теперь возьмите инструмент прямоугольник и нарисуйте вот такой длинный и тонкий прямоугольник синего цвета. Сейчас мы его повернем. Поставим вот сюда. Держите Alt и сделайте копию. Расстояние между линиями не должно быть прямо идеально одинаковым. Это даже придает реалистичности столу. Итак, линии готовы. Теперь нам нужно обрезать лишнее. Для этого нужно выделить весь дизайн целиком. Выделяем. И берем инструмент Shape Builder Tool или создание фигур. Держим Alt и удаляем ненужные нам элементы, которые выходят за края дизайна. Вот таким образом. Все удалили. Вот эти два элемента перенесите на передний план. Так, готово. А теперь здесь возьмите темно-синий цвет и инструмент прямоугольник. Нарисуйте прямоугольник вот примерно по ширине, как в вашей линии. Так, теперь возьмите инструмент прямого выделения. Эту точку поднимите кверху и эту точку сдвиньте немножко влево. Вот так. Теперь копируйте эту форму. Идем к следующей линии. Вставляем. Теперь состыкуйте. Вот так. Чтобы все смотрелось продолжением друг друга. Вот так. Теперь возьмите инструмент прямое выделение и выделите эти две точки. И с помощью стрелочки на вашей клавиатуре опустите точки вниз. Так, хорошо. И теперь опять копируйте эту форму и вставьте ее. И поставьте сюда. Смотрите, чтобы все у вас было идеально состыковано. Вот так. Так, хорошо. Теперь синий треугольник принесите на передний план. А здесь лишнего удалите с помощью инструмента создания фигур. Shape Builder Tool. Стол у нас готов. Единственное, что осталось сделать линии на столе не такими идеальными. Возьмите инструмент Smooth Tool. Инструмент сглаживания. И просто поводите этим инструментом по каждой линии. Линия станет не такая идеальная и более, так скажем, текстурная. Сделайте это с каждой линии. Стол полностью готов. Давайте рисовать чашку кофе. Возьмем светло-зеленый цвет. Инструмент прямоугольник. Нарисуем один прямоугольник. И теперь ниже нарисуйте еще один прямоугольник того же цвета. Смотрите, чтобы они состыковались. Теперь выделите верхний прямоугольник. Возьмите инструмент Свободная трансформация. Эту опцию. И расширьте вверх. Теперь выделите нижний прямоугольник. И опять инструмент Свободная трансформация. Тоже опцию. И расширьте низ. Так, теперь возьмите оба прямоугольника. Обработка контуров. Объединить. Юнайт. Теперь возьмите инструмент Прямое выделение. И закруглите углы. Вот так тащите и закругляете. И то же самое вот здесь. Выделите углы. И тащите и закругляете. Так, получилась такая форма бокала. Теперь возьмите опять инструмент Прямоугольник. Нарисуйте здесь такой прямоугольник. И возьмите инструмент Прямое выделение. И слегка закруглите вот здесь вот углы внизу. Так, теперь возьмите Прямоугольник. Инструмент Свободная трансформация. И вот здесь вот сусте. Точнее расширьте. А внизу сусте. Вот так. Так, теперь эффект деформация. Сквиз. И здесь 38 по горизонтали. Окей. Объект. Разобрать оформление. Немножко можно сплюснуть и опустить вниз. Так. Теперь возьмите инструмент Круг. Эллипс Тул. И нарисуйте здесь. Вот такой вот круг. Элипс Тул. Элипс Тул. Два объекта перенесите на передний план. Так, подвигаем. Так, теперь вот эту форму давайте сделаем потемнее, чтобы ее видно было. И давайте теперь выделим все элементы стакана и сделаем их побольше, вот так. Но дальше мы еще будем играться с размером, поставим пока сюда. Теперь светлые элементы стакана нужно выделить, то есть это верхний и вот этот. И теперь идти в обработку контуров, в Unite добавить. И выделить с помощью прямого выделения эти два угла и закруглить их, вот таким образом. Так, теперь выделите эти два элемента и выровняйте их между собой. Теперь возьмите средний зеленый цвет, вот этот, да. И возьмите инструмент круг, ellipse tool, нарисуйте здесь круг. И поставьте его вот сюда, состыкуйте с стаканом. Теперь возьмите круг, объект, контур, параллельный контур. И здесь минус 5. И возьмите светло-зеленый цвет. Теперь дважды копируйте и вставьте светло-зеленый круг. Одну из копий опустите вниз. Выделите обе копии. Обработка контуров, пересечение. И сделайте светлого цвета. Все. Так, идем дальше. Теперь копируйте и ставьте эту часть стакана. Теперь сузьте ее. Вот так. Так, хорошо. Теперь возьмите инструмент круг. Нарисуйте вот так круг. Нам нужно будет отсечь часть, которая скрыта за кругом. Давайте сделаем белого цвета вот эту нижнюю часть, чтобы было все нам видно. Так. Давайте еще подвигаем. Вот так можно отсечь. Выделите обе формы. Обработка контуров, пересечение. Сделайте светлого цвета. Возьмите инструмент сглаживания, смуфтул и смягчите вот эту вот нижнюю часть. Так, перенесем вот эти три элемента верхних на передний план. Так, теперь делаем темно-коричневым цветом наше кофе. Возьмем инструмент круг, рисуем здесь вот такой круг. Теперь копируйте и вставьте вот этот элемент. Выделите копию и круг. И теперь обработка контуров исключить, разгруппировать, снять выделение с нужной части и удалить ненужную. И эту часть сделайте светло-коричневого цвета. Опять круг. Рисуем здесь круг. Так, копируем и вставляем светло-коричневую часть. Выделяем копию. И круг. И обработка. Так, сдвинем. Выделяем. И обработка контуров, пересечение. Все. И берем вот этот вот светлый цвет. И опять перенесите верхние элементы на передний план. Вот так получилось. Теперь копируйте и вставьте вот эту светлую часть кофе дважды. Одну из копий поднимите вот так вот вверх. Расширьте ее. Выделите обе копии. Обработка контуров, пересечение. И сделайте такого же цвета, как верхняя часть кофе. Так, теперь возьмите темно-зеленый цвет. Ну вот этот средний зеленый цвет. И инструмент прямоугольник. Нарисуйте один прямоугольник здесь. Слушайте его. Зажмите Alt, сделайте копию. Поставьте сюда, расширьте его. Так, теперь возьмите инструмент прямого выделения. И здесь точку поднимите вверх. Здесь точку опустите вниз. Так, и эту часть перенесите на передний план. Так, хорошо. Теперь возьмите самый светлый цвет и инструмент перо. И здесь нарисуйте пером блик. Вот таким образом. Так, хорошо. Теперь можно немножко блик опустить пониже. Так, идем дальше. Теперь дважды копируйте и ставьте эту часть кофе. Одну из копий сдвиньте вправо. Выберите обе копии. Обработка контуров исключить. Разгруппировать. Снимите выделение с нужной части. Удалите ненужную. Сделайте нужную часть самым светлым цветом. Сделайте ее поменьше. Возьмите инструмент прямого выделения. Закруглите этот угол. И закруглите этот угол. Так, хорошо. Теперь здесь опять возьмите инструмент перо. И самый светлый цвет. И нарисуем еще один блик. Так. Хорошо. Теперь перенесем все верхние объекты на передний план. Ребят, я тут их не группировала. Чтобы не выделять каждый раз их, можете их сгруппировать. Так. Все перенесли. И нарисуем с помощью прямоугольника здесь еще один вот такой блик. Такого же светлого цвета. Теперь берем прямого выделения. Здесь точку опустите ниже. А здесь нижние две точки выделите с помощью прямого выделения. Тяните вот так и закругляйте. Так. Теперь опять выделяем блик. И второй блик. Обработка контуров. Юнайт. Добавить. Вот опять давайте перенесем эти части на передний план. Так. И теперь возьмите инструмент прямого выделения. И вот эти две точки тоже закруглите. Получается такой, знаете, как текущий эффект блика. Теперь возьмите опять перо. Тот же светлый цвет. И еще последний блик здесь нарисуем. Вот такой формы. Так. Можете оставить его как есть. А можете, допустим, взять инструмент прямого выделения. Да. И закруглить углы. Можете оставить его такой вот небольшой формы. Можете сделать побольше. Можете вообще не закруглять. Оставить как было. Как вам нравится. Теперь дважды копируем и вставляем светло-коричневую часть кофе. Одну из копий сдвигаем влево. Выделяем обе копии. Обработка контуров. Исключение. Разгруппируем. Удаляем ненужное. И нужную часть мы делаем непрозрачность умножения. Опасити мультиплай. И нужно перенести на передний план. И опять перенесите верхние элементы кофе на передний план. Теперь копируйте и вставьте коричневую нижнюю часть. Копируйте и вставьте новую тень. Выделите обе копии. Обработка контуров. И сделайте первую тень. Не светло-коричневого, а темно-коричневого цвета. Так будет лучше. Так скажем, контрастнее. Возьмите темно-зеленый цвет. Инструмент кривизна. И здесь мы сейчас с вами нарисуем блик. Точнее тень на стакане. Так, здесь можно некрасиво. Так, теперь. Копируйте и вставьте светло-зеленую часть бокала. Выделите копию и вот эту вот тень. И обработка контуров пересечения. Перенесите вот эти все элементы, которые я выделяю, на задний план. Вот так получилось у нас. Теперь переходим к нижней части бокала. Делаем ее светло-зеленого цвета. Копируем и вставляем ее. Сужаем копию. И первую часть делаем темно-зеленого цвета. Самого темного. Вот так. Теперь давайте все же сделаем здесь средне-зеленого цвета, чтобы все было видно. Потом перекрасим опять. Дважды копируйте и вставьте светло-зеленую часть бокала. Теперь правая кнопка мыши, трансформация, скейл-масштаб. И здесь сделаем 105%. Так, окей. И поднимите копию вот так. Чуть-чуть можно пониже. Выделите обе копии. И обработка контуров, пересечения, разгруппировать. Снимите выделение с нужной части и удалите ненужную. Нужную часть делайте темно-зеленого цвета. Так, теперь выделите обе тени, вот эти. Обработка контуров, юнайт, добавить. И возьмите инструмент прямого выделения, выделите вот эту вот точку в углу и закруглите вот так угол. Так, идем дальше. Возьмите самый светлый цвет и инструмент перо и нарисуйте еще один блик здесь. Очень простой. Так, теперь идем... Так, нет, не в самый верх. Вот сюда. И вот тут вот закругляем. Получается вот такой блик. Теперь возьмите инструмент прямого выделения и закруглите все углы. Здесь. И здесь. Все. Так, теперь... Возьмите белый цвет и инструмент перо опять. И нарисуем здесь с вами еще один такой большой блик. Вот сюда. И теперь закругляем. Так. Теперь можно некрасиво. И теперь сюда переходим и тоже закругляем. Все. Теперь копируйте и вставьте светло-зеленый круг. Выделите копию и белый вот этот блик. И обработка контуров пересечения. Теперь перенесите части, которые я выделяю. И части стола, да, на задний план. Вот так. Так. Здесь можно еще кое-что подправить. Возьмите инструмент прямого выделения и подвигайте точки на блики. Так, хорошо. Теперь давайте, наверное, сузим вот этот зеленый круг. Вот так. Ага. Теперь еще раз поднимем блик. Теперь копируйте и ставьте пять круг зеленый. Выделите копию блик и обработка контуров пересечения. Теперь дважды скопируйте и вставьте зеленый круг. Одну из копий подвиньте вправо. Выделите обе копии. Обработка контуров. Исключения. И опять разгрупируйте. Снимите выделение с нужного. Удалите ненужное. И нужную часть сделайте светлого цвета. Сделайте ее вот так вот поменьше. И подвигайте так, как вам нравится. Куда вы хотите поставить этот блик поближе к краю, подальше к краю. Я поставлю вот так. Выделите оба блика и обработка контуров пересечения. О, объединение. И вот так вот тоже позакругляйте углы. Так, хорошо. Теперь копируйте и вставьте темно-зеленый круг. Опустите его вниз. Делайте копию вот этого светлого цвета и отправьте на задний план. Так, давайте перекрасим вот эту часть тоже в светло-зеленый цвет. Все, посмотрим. Так, хорошо. Теперь копируйте и вставьте темно-зеленый круг. Выдвините, сделайте его темно-синего цвета. Так. И перенесите вместе со столом на задний план. Так, подвигаем. Сейчас, ребят, будем играться с вами с этой тенью и с тенью от стакана. Давайте стакан, наверное, я хочу сделать чуть-чуть поменьше. Выделяем только стакан. Так, и уменьшаем. Все. Так. Теперь копируйте и вставьте светло-зеленую часть стакана. Поверните ее. Сделайте темно-синего цвета. Так, еще сейчас поповернем. Так, еще. Теперь удлините. Так, еще повернем. Вот так. Так, ребят, давайте сейчас с вами поиграемся с расположением тени. Все, тень готова. Теперь выделите оба элемента тени. Обработка контуров добавить. Перенесите тень и стол с линиями на задний план. И возьмите инструмент прямого деления. Вот эти два угла выделите и закруглите. Вот так. Так, теперь копируйте и вставьте красный фон. Выделите фон и тень. И обработка контуров пересечения. Теперь возьмите цвет пенки кофе. Дважды кликните на инструмент кисть. Возьмите серединную опцию. И здесь нарисуйте такую как бы большую каплю. Или скажем так, у лужицу от молока. Так, переведем заливку, обводку в заливку. Сделаем поменьше. И перенести нужно теперь эти элементы на задний план. Все, теперь давайте возьмите инструмент Ellipse. И нарисуем с вами такой вот круг. Это да, капля у нас получается. Можно ее повернуть. Так, теперь давайте скопируем. Держите Alt, перенесите сюда. Можно сделать, допустим, поменьше. Поставить вот сюда. Так, хорошо. Теперь выделите все. И давайте сделаем стакан с кофе чуть-чуть поменьше. Поставим вот сюда. Все хорошо. Так, теперь File, Place. Возьмите фотографию, Place. Так, теперь держите и растягивайте ее. Теперь откройте окно трассировки, Window, Image Trace. Вот она, трассировка. Так, здесь нужно выбрать у нас, игнорировать белый. И теперь давайте нажмем с вами Preview, предпросмотр. И теперь здесь нужно поиграть с бегунком. Вот так. Все мне нравится. Закрываем окно. Теперь или идем объект разобрать, или если у вас есть на панели, здесь нажимаем разобрать. Так, разгруппировать. Эту часть отодвинем. Так, и эту часть удалим. Так, все. Теперь сделаем побольше. Ставим сюда. Делаем темно-синего цвета. И можно немножко, допустим, покрутить. Вот так. Так, я думаю, оставлю вот так. Теперь нужно копировать и вставить красный фон, перенести его на передний план, выделить фон и лист. Правая кнопка мыши, сделать обтравочную маску. Вот так. Все, ребят, мы с вами нарисовали иллюстрацию в стиле mid-century art. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то, пожалуйста, поставьте мне лайк. И встретимся в следующих видео о графическом дизайне или в следующих уроках в Adobe Illustrator. Пока-пока, ребят. Целую. Пока.